Когда нужно было встать на защиту Родины, он пошёл на войну. Отговаривать его было бесполезно, вспоминают родные. Если Сергей Корсаков что-то решил, то он всегда шёл к своей цели. Провожала. Сонечка, может, не пойдёшь? Я пойду. Ты не успеешь оглянуться. Я уже в отпуск выйду. Приду домой. Ты мою старую обувь не убирай. Я ещё на работу выйду. Вот приеду и на работу поеду. Я говорю, ты что? Сонечка, может, не поедешь? Поеду. Я всё уже подписала. Такие дети рождаются раз, наверное, в сто лет. Потому что это очень-очень честный мальчик. И вот видно, когда у человека обострённое чувство справедливости, из них вырастают вот такие замечательные патриоты. Таким решительным его и запомнили. Но ещё Сергей Корсаков очень любил своего младшего брата. Всё спрашивал про младшего братишку. Всегда скучал по нему. Мам, ты только смотри за Матвеем. Где-нибудь упадёт. Мама, ну что ты опять не смотришь за ним? Меня, говорит, не хватает на вас. И почему-то всегда говорил, что я же, говорит, ему как отец. Видимо, то, что намного старше. В зоне проведения специальной военной операции Сергей Корсаков был с июля по декабрь 2022 год. Он был разведчиком-пулемётчиком. За героизм и самоотверженность ему был присвон орден мужества посмертно. О своём друге рассказал и Данис Исламов. Парень также был военнослужащим. Он был ранен. В БСМП из его поясницы извлекли осколок мины. Всегда приходил на помощь. В чём бы помощь ни требовалось, он всегда приходил. Ответственный был и добрый. Если надо было чем-то поделиться, он обязательно делился. По поводу людей на специальной военной операции, в принципе, люди там в большинстве все такие. В родной школе в честь Сергея Корсакова установили парту героя, чтобы о нём всегда помнили. Вот за этой партой когда-то сидел Сергей Корсаков. Теперь это парты героя, за которые могут сидеть только достойные ученики. Те, кто хорошо учатся и принимают активное участие в мероприятиях. Эльмира Гаинаудинова, Ленар Султанов. Новости. Набершные Челны.